Несколько десятилетий назад в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, начался бум строительства. Возводились детские сады, школы, животноводческие комплексы, заводы и предприятия. Объекты строились как в городах, так и в селах. Государством делалось все для того, чтобы обеспечить людей жильем и работой. К сожалению, сегодня темпы строительства значительно снизились. В середине 90-х годов за ненадобностью один за другим начали закрываться государственные учреждения, занимающиеся проектировкой зданий. Не обошли переменных стороной и Виктора Васюрина, нынешнего директора фирмы «Стройпроект». Это по его инициативе позже было создано проектное бюро. Собрав под своим крылом профессионалов, он вместе со своими сотрудниками в прямом смысле начал бороться за место под солнцем. В Карачаево-Черкесии много есть проектных организаций. Эти проектные организации довольно-таки тоже опытные. Где-то по всей Карачаево-Черкесии насчитывается около 60 проектных организаций. Но это чувствуется. Сегодня фирма процветает и составляет достойную конкуренцию остальным. Сюда обращаются заказчики не только из Карачаева-Черкесии, но и из других регионов страны. За последние годы сотрудники «Стройпроекта» произвели проектирование корпусов Орловского госуниверситета, фитнес-центра в Астрахани, автоцентра в Матищах, работали над реконструкцией развлекательного центра «Новый Рим» в Ставрополе. Сотрудники фирмы признаются, что больше всего приятно работать над объектами, которые возводятся в Карачаево-Черкесии. Уже долгие годы «Стройпроект» сотрудничает с фирмой «Меркурий». При непосредственном участии проектного бюро Васюрина был реконструирован завод «Дервейс», спроектирован завод по розливу воды фирмы «Меркурий», спортивный комплекс парки отдыха «Зеленый остров». По чертежам «Стройпроекта» построены жилые дома, детские сады, административные и хозяйственные здания. Светомузыкальный фонтан в центре города – тоже творение проектировщиков «Стройпроекта». Можно изменить город, а можно его испортить. Эйфелева башня когда-то изменила Париж. В настоящее время архитектурное искусство продолжает совершенствоваться, развиваться и радовать нас своей красотой. Что касается республиканской столицы, то, по мнению специалистов, фирмы за последние годы многое изменилось. Но над архитектурным обликом города еще нужно работать. Хотелось бы, чтобы в городе более планомерно велась застройка, более не так хаотично, как сейчас у нас все это тыкают, тыкают эти магазинчики какие-то. Хотелось бы, чтобы больше строили жилья. Директор фирмы подчеркивает, что сегодня в республике очень мало строится социальных объектов. Большинство заказов «Стройпроект» поступает от частных лиц по строительству индивидуального жилья. Побольше жилья для молодежи. Дешевое, хорошее жилье. Можно было. Очень сейчас напряженная обстановка. Я по своим сотрудникам тоже помогаю. Какие-то суды там даем. Если есть деньги у нас, крошечные, тоже мы даем, помогаем. «Стройпроект» готов сотрудничать с государственными структурами. Разработки по строительству дешевых жилых комплексов уже есть, но пока они остаются только на бумаге. Сотрудники фирмы ведут исследования и в области естественных и технических наук. Идея построить дом, который функционирует при помощи солнечной энергии, для них уже не кажется фантастической. Мы выполнили несколько объектов для ПСЖ. Сейчас будем для Дамбая проектировать. Используя солнечные батареи, аккумулировать солнечную энергию в электрическую и в ночное или в непогоду, чтобы аккумуляторы, которые накапливают эту энергию, отдавали для подогрева воды, для отопления, для освещения. Жить в таком доме с нынешними тарифами на коммуналку, конечно, мечтали бы многие. Не надо платить ни за тепло, ни за подогрев воды. Разумно строить город люди стремились с давних времен. Существует легенда о том, что когда Александр Македонский решил построить город Форос, он позвал к себе зодчих и приказал начертить план города. У строителей не было мело, поэтому чертежи были выполнены обычной ячменной мукой. Конечно, с тех времен изменилось многое. И сегодня у проектировщиков на вооружении современные технологии. Строить и преображать нашу жизнь им намного легче. Фатима Куршева, Роман Бородкин. Итоги недели.